Чистая окружающая среда и сохранение лесов. Какие экологические законопроекты поддержала Рада? Сегодня в парламенте состоялся ЭКО-день. Профильный комитет вынес на внеочередную сессию девять природоохранных законопроектов и семь из них поддержаны депутатами. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу «Слуги народа». По словам председателя партии Александр Корниенко, часть документов являются евроинтеграционными и обязательными для принятия в соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной с одной стороны и ЕС и европейским сообществом, по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны. Контроль за загрязнение окружающей среды, то ли атмосферного воздуха, то ли рек и лесов, защита животных от жестокого обращения с ними, сохранение лесов. Это далеко не полный перечень важных инициатив, которые граждане и природа Украины, в целом ждали уже давно и как народные депутаты сегодня наконец поддержали, отметил он. Одним из первых парламент поддержал законопроект номер 3091, который ведет в Украине новый государственный экологический контроль. Каждый знает о загрязнении атмосферного воздуха предпринимателями, о сточных водах в реках, о поджогах экосистем, браконьерстве, незаконных свалках и сотнях вопросов, связанных с природой и экологией. Эти проблемы не решались. Причина – неэффективный госконтроль. Потому что этому органу принадлежат такие полномочия и такая ответственность предприятий, по которым нельзя решить эко-вопрос. Закон позволит сделать эффективный государственный орган экоконтроля, новую природоохранную инспекцию с конкретной процедурой отчетности и регистрацией каждого шага экоинспектора в соответствующей системе, добавил народный депутат от «Слуги народа» Александр Моряковский. В том, что этот орган власти нужно сделать действенным, убежден и председатель комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от «Слуги народа» Олег Бондаренко. Благодаря законопроекту мы меняем основания и порядок проведения проверок. Теперь и у субъектов хозяйствования, и у инспекторов будут четко определены права и обязанности. Еще один важный момент. Для устранения чрезмерной нагрузки на бизнес из-за дублирования функций, мы передадим ГЭИ функции, которые присущи другим центральным органам власти, лесагентству, рыбагентству, геонадрам, добавил председатель комитета. Еще один важным стало – решение о сохранении лесов, номер 5650. Как отметила член комитета парламента по вопросам экологической политики и природопользования от «Слуги народа» Юлия Овчинникова, этот законопроект – путь для решения двух важных проблем. Первое – сохранение украинских лесов и увеличение их площади. Вторая проблема – устранение рисков для биоразнообразия и нелестных природных экосистем, которые возникли вследствие земельной децентрализации, рассказала. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкайт. Она. Овчинникова добавила, что согласно данным Всемирного банка, Украина в мире – третья по проценту распаханности территории и девятая по абсолютной площади пахотных земель. Так, законом вводится мораторий на вырубку самосеянных лесов и участков. Упрощается процедура создания новых лесов. Изменять целевое назначение лесов сможет только Кабмин, а государство сможет выкупать земли для сохранения заповедников. Долгожданным стала поддержка законопроекта номер 2351 о внедрении европейских стандартов в защите животных от жестокого обращения. Законопроект запрещает эвтаназию бездомных животных как метод регулирования их численности. Пропаганду жестокого обращения с животными. Фотографирование с дикими животными в населенных пунктах, попрошайничество с животными. Содержание в ресторанах, отелях, ночных клубах, других неприспособленных местах медведей, тигров и других хищных животных, оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды выше чем плюс 20С и ниже чем минус 5С. Среди важных решений законопроект номер 3576, повышающий штрафы и устанавливающий уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых. Так, проект закона устанавливает штраф 8,5-13,6 тысячи грн. или ограничение или лишение свободы сроком до двух лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения в размере свыше 34 050 грн. А вот за незаконную добычу полезных ископаемых в заповедниках может грозить до 6 лет заключения.